Задача зависит от неравновесной температуры, поэтому мы не пишем Т, понятно, да? Которая зависит от параметра неравновесия к СЕ и к СИИ. От объема В и от времени. Тогда полная производная ДФ по ДТ. Тогда, вот прямо слова на них пишите, тогда полная производная равно, и теперь подробно, не перепутайте, запишите. Я вам, после того, как мы сделаем, я за эту лекцию изложу всю вам основную тему. Понятно? Очень хороший, красивый материал. Понятно, все, прямо здесь. Здесь полный внешний СИИ. Сверху я не мочу, а это, да, СИИ. Это полная производная, где-то частная, почему? Так это полная производная. Здесь уже сейчас полная по времени будет. Да. Полная по времени будет. Ну, а там частная по КСИИ. А здесь, вы пишите, все правильно. Декси-Е, это будет какая? Полная производная? Где? Декси-Е, вот это полная производная. А там частная опять, вот переди СИИ. Но КСИИ-то не только от времени зависит, а еще там ничего. Да, пишите дальше. Д, Р, Д. А что такое КСИИИ? А это внешний параметр. Все равно внутренне начало. Нет, они еще от времени зависит, да? Когда? Ну да, все. А это? Здесь все внутренне начало. Так, плохо. Так, правильно. Я все объяснил. И поспелил на славу. Сама. Сверху я зависит. Давайте введем обозначение, чтобы сократить время. Это изменение температуры. А вот это, что? Какая величина? Там, смотрите. Это будет минус С. Вот это будет минус П. Здесь создается ДВ. ДВДТ. Вот это будет ЖЕ. Вот это будет ЖЕ. ИЕ со знаком минус, да? Да, здесь создается минус. Вот. Точно? И остальные обозначения вы напишите здесь. Итак, мы берем полную производную. Вот если бы была равновесная термодинамика, мы сколькими ограничились? Зависимостей нет. Ф, Т температура, В, и Т тоже нет. И взяли бы полную производную. И тогда бы мы получили равновесную термодинамика. А здесь мы предполагаем, что система находится в неравновесном состоянии, поэтому на всякий случай вводим неравновесную температуру. Что это такое? Например, взлетает ракета, сопло. Одна температура где-то там, вторая температура. И они достаточно быстро меняются там, могут меняться. То есть можно ли понятие равновесной температуры ввести? Нет. Поэтому делают так. Вы записали? Да. А почему как-то ДКСИ по ДТ так же, как минус КСИ обозначили? Или там другая буква. Где? А вот в конце, ДКСИ по ДТ в конце вот. Нет, это Й. А, это Й. Да, я понял. То есть температура в этом случае. Так, все записано, да? И какое последнее уровень? ДФ по ДТ равно минус ТЭТА. Мы будем писать вот это код. здесь будет минус ЖЕ ХЕ плюс ЖИ ХИ и плюс Дельта будем писать. Дельта Ф не СИГМА, потому что СИГМА занято. Не СИГМА не указали. Так, ребята. Можно трянуть, что это постоянный кибер. То есть вот это уравнение все переходит сюда. Все? Спасибо. А Х вот эти, это точно так же, как у нас было? Х, это внешняя сила, да? Так же? Х, да. Это внешняя сила. Это внутренняя сила. В учебнике это есть. У меня подробно все записано. Он может нам взять и я пришлю вам, сегодня пошлю и завтра утром пошлю. То есть мы получили уравнение 1. Это и есть формальное выражение закона сохранения изменения свободной энергии для открытой системы. Давайте запишем следующее. Что если в систему поступает некоторое количество энергии, а эта энергия в единицу времени, правильно, да? умноженное от 0. Это поступает. То поступающая энергия идет на организацию внутреннего неравновесного процесса в соответствии с каким принципом? вешает на единицу в раму. Часть энергии теряется в потере и накапливается в виде свободной энергии накопления. Это есть не что иное, как закон сохранения изменения энергии для неравновесных систем. На самом деле нельзя назвать законом сохранения. Свободная энергия должна тогда сохраняться. Она переходит во что? Внутреннюю энергию теряется, потеряется и так далее. Пример такой системы. Первое. Пример такой системы. Очень глупый трансформатор. Трансформатор. поступает электрический ток. Согласны с этим? Да. Разность потенциала прикладывается. Здесь воздействие внешнего в этом устройстве техническом. Во второй катушке течет ток, если замкнут. И возникает разность потенциала. Логично? Да. И что еще есть? Потери этой свободной энергии на нагрев? На нагрев? На нагрев? На что записываете? На звук? Отечественные трансформаторы. Плохая сталь у нас варится, в отличие от китайцев. У меня сосед снизу по дому как раз варит эту сталь. и они варили самую лучшую сталь на китайцах на передней. Зачем нужна эта сталь Пермалоева? Чтобы делать трансформаторы. Тогда КПД этих трансформаторов что с этим будет? Он будет повышаться. Потери будут минимальными. Откуда звук-то берется? От плохой сборки от русских ручек. Кто собирал трансформатор? Там проводники там зазворы есть, плохие скрепления. А это магнитное поле пластины что начинают делать? Гулять? А когда гуляют они по пространству то возникает звук потеря на звук еще на что трансформатор нагревается и излучает по закону Стефана энергию и много других всяких потерь. Мне непонятно почему в уравнении у потерь только знак плюс там же минус тоже. Где? Ну вот в ДФ под это который а как ДФ вы же не выписали все до конца минус ДФ по ДФ а здесь единица на Т здесь какой знак Ишки? Ишки там минус 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 плюс а здесь плюс все правильно? Да. Все правильно? Да. Я специально знаю что-то больше чем вы я специально записал уравнение в таком виде на самом деле оно мне приснилось примерно когда я дел чемодан или еще что-то вот а потом я начал сочинять теорию так как правило и бывает то есть надо здесь минус поставить здесь плюс тогда у этого состояния есть стационарное состояние если правую часть приравняем нулю вот это то что входит идет на организацию внутреннего процесса и потери трансформаторе накапливается энергия свободное в чем в виде электромагнитного поля поэтому есть вот это накопление второе клетка клетка ее мембрана поступает например поток протонов ну есть такие элементы биологические поток протонов ведет диффузия благодаря этому скапливается здесь заряды на мембране а это вызывает что в результате то есть переходит вот эта деформация этот диффузионный процесс в сокращение клетки с определенным напряжением и величиной деформации и часть этой энергии что делает теряется сократилась и все больше ничего с ними происходит не она может колебания искать а за счет чего она обратно расширается а есть упругость мембрана то есть на самом деле хотя бы два потока здесь записали и здесь два но суммирование по всем потокам и силам дважды Эйнштейна вот клетка понятно с клеткой то есть это какая система открытая неравновесная один внешнее поле порождает внутреннее поле в соответствии с принципом Лешет Илье Брауна в состоянии равновесия F принимает F0 минимальное значение температура тоже в лесках равновесная итак мы получили вот это уравнение 1 это клетка теперь граммофон пластинки видели игла напишите нарисуйте мне расскажите вот игла эллипс идет по пластинке стрелка идет по бороздкам к концу верхней части иглы привязан пьезоэлектрик да 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 мы знаем идет по бороздкам какие внешние силы плюс минус идет по бороздкам деформируется пьезоэлектрик произведение произведение искусство да что подается напряжение на кристалл сигма это уже не то сигма напряжение и величина деформации это что с характеристикой идет буквы буквы е ну мы писали внешнее внутреннее внешнее внешнее а во что переходит в электрический ток теряется часть энергии конечно за счет чего так трение происходит у нас трение а во вторых за счет неупругих деформаций пьезоэлектрика а где свободная энергия накапливается ну там дальше по цепи смотреть накапливается в упруго сжатом кристалле пьезоэлектрика подходит эта система да то есть все эти рассуждения задание на дом придумать другие системы где можно ввести вот такие внешние внутренние потоки давайте по другому сделаем пьезо к кристаллу прикладываем разность потенциалов и течет электрический ток во что это все превращается в деформацию он деформируется поэтому и с индексом Е связано что прикладываем ток ток Ж Е и величина деформации Эпсилот это связано с ХЕ а во что переходит сжатие как раз да начинает кристалл гулять явление как называется магнитострипция магнитострипция достаточно например это закон сохранения закон сохранения сравните с первым началом сравните с первым началом термодинамики для равновесных систем в равновесных есть потоки сильных нету ду плюс п дв здесь речь идет только тепле поступающая в систему тепло идет на изменение внутренней энергии и на работу системы над внешним окружением поступающая в систему энергии вот это которую мы обозначили вот так минус до минус плюс идет на увеличение свободной энергии и расходуется на образование внутреннего неравновесного процесса есть потери есть потери я прихожу к вам со своим потоком информации это дефицит информации во что это идет у вас тоже формируются потоки информации с определенным дефицитом вы говорите это мне нужно или не нужно знать потери когда вы смотрите на соседку слева или справа теряются информации и накапливаются в виде определенной ценности информации и множество таких примеров можно придумать все понятно законов сохранения второй закон термодинамики для открытых систем давайте я это представлю в виде следующая д лямбда f вот это вот это будет уравнение два 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 Продолжение следует... 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 Мы нашли знакоопределенную функцию λr, тогда условие устойчивости по литонову как будет выглядеть? Лямбда R с точкой будет чем равно? Меньше нуля. Было такое у нас на прошлой версии? Да, теорему это доказали. Да, теорему литонов. То есть если вот это меньше нуля, да здесь знак минус, тогда для устойчивых по литонову процессов что происходит в центропе? Если меньше нуля, да здесь минус, она растет. Так и записываем. Потому что это очень важно. То есть... Можете включить? Давайте. То есть энтропия растет. А энтропия это мера чего? Беспорядка. Если энтропия растет, то в системе растет беспорядок. Это значит мы что доказали? Что рост беспорядка это очень устойчивый. Какой? Процесс? Устойчивый. Ну не убираем мы на столе своими книжки, письма на французском языке. Вот. Или на немецком, если вы философ. На китайском. Да. И все это изменяется, увеличивается беспорядок. И это какой процесс? Устойчивый по литонову. Поэтому что можно сформулировать для изолированных систем? Ведем понятие изолированных систем. Система будет изолированной, когда сигма Е чему будет равно? Так. Нулю. Нулю. И тогда получается, что сигма Е. Просто изменение энтропии. Изменение. Энтропия растет. Да. То есть в изолированных системах энтропия растет. Помните закон? Да. Вы сдавали. Второй закон. Для каких мы сформулировали систем? Для открытых. Для открытых. А, нет. Изолированных. Правильно. А вы не повторяйте. Я могу перепутать в пять часов вечера. Тем более я с четырех работаю сегодня. Мелкие мучки спорить. Да. Вот. То есть для изолированных систем энтропия растет. Что нам для этого понадобилось? В свободном, то есть в равновесии термодинамический потенциал принимает минимальное значение. Тогда можно организовать лямбра. Знаку постоянную. Да. Дальше. Образуется внутренний неравновесный процесс. ЖИИ и ИКСИ. В соответствии с каким принципом? Леш-ателье, Брауна. И третий. Это устойчивость к полипунов. И мы показали с вами, что система, чем характерна устойчивость к полипунову? Она осуществляется на бесконечном интервале времени. Это запишите. Итак, энтропия изолированных систем растет. А в открытых системах, тоже записывайте, в открытых системах энтропия может как увеличиваться, так и уменьшаться. Все зависит от соотношения знаков. СИГМАЕ, СИГМАЕ. Как вы быстро включились? Включились. Процесс. Так вы же рассказываете, в смысле того, что в изолированных систем тропия растет. Ну мы это сейчас заказали? Видимо, да. Вот чего вам не хватало на четвертом курсе? Это доказательство второго закона термодинамики для изолированных и открытых систем. Чувствуете, да? А на самом деле все очень просто. Я однажды читал для первокурсников, и свободная лекция получилась. Они говорят, Геннадий Павлович, давайте неравновесим термодинамики. Я им прочитал, 6 человек сдал вопроса блестяще. Вот то, что я им говорил. Потому что все доказывается, все строго. Исходные принципы, определения. Ну, на любителя. Мне это нравится, им понравилось. Вам не знаю как. Может, им понравилось. Итак, теперь, в открытых системах игра знаков сигма-е и сигма-и, если не записано, может дать отрицательное значение. Или положительное. Задача вам насмекала. Докажите, что там, где образовался в атмосфере вихрь, вихрь. Та система неустойчива к полипунгу. Задача. Доказать, что если в атмосфере образовался вихрь, что такое вихрь? Организация. Закрутка воздуха. У Леонардо да Винчи есть такой рисунок. Поток водяной набегает на угол, и там срываются вихри. И красивые, красивые вихри он нарисовал. Причем, каскад удвоения он нарисовал. Почти что математику можно было математические соотношения строить. По рисунку этого великого человека. Вот, что значит точное наблюдение над природой. Как доказывать? у кого какие-то художники? Вечер он же не только художником был. Вертолет изобрел. Монализму написал, да? Он? Он мастер на все руки был. Мастер был на все руки. Но он математику знал. Для того времени. Ну это понятно. Ну что, как доказать? Когда сдаетесь? Когда сдаетесь? Сейчас? Ну подумайте еще полгода. Ну просто сообразить надо. Когда вихрь, это упорядоченность. Когда упорядоченность, там энтропия, скорость изменения энтропии будет какой? Отрицательной. То есть энтропия падает. Тогда из уравнения 2 следует. Если скобка имеет знак минус, а перед Т стоит знак тоже минус, то будет знак плюс. Тогда лямбда будет больше нуля, и для лямбда по ДТ будет больше нуля. А эта система неустойчива. Поле полгода. Красиво? Красиво. Попробуйте записать. Подумайте. Итак, там где идут процессы самоорганизации, выражение в скобках ДС по ДТ, там меньше нуля. Перед скобкой, перед Т, стоит минус. Значит будет какой знак? Плюс. Дэ лямбда по ДТ будет какой знак? Какой знак будет? Положительный. Больше нуля. И лямбда больше нуля. Соответствует теоремию липунога? Нет, не соответствует. Это процесс неустойчив по липуногу. липуногу. Всем понятно? То есть, что можно сказать? В открытых системах имеет место как рост энтропии, так и ее уменьшение. Но там, где есть самоорганизация, это неустойчивый процесс. Это хрупкий процесс. Вы навели порядок на столе, поставили статуэтки, все, пришел у вас младший братишка и все это перемешал. И все разрушили. И это будет какой процесс? Что устойчиво это, когда все рушится, исчезает. Пуанкаре, когда обвинял Больцмана в том, что он неправильно доказал свою вашу теорему, так вот, Пуанкаре, Больцман доказывал теорему для изолированных систем. Я вам примеры показал открытых систем, где можно ввести внешние потоки и внутренние, причем даже поменять местами. Так вот, оказывается, что энтропия в этих системах может быть как повышаться, так и уменьшаться. Но там, где она, энтропия повышается, это устойчивый припуновый процесс. Там, где она уменьшается при самоорганизации, там энтропии будет меньше. Вот представьте, что это торнадо. Вот есть зона, где это все крутится. Есть четкая граница. Как ведет себя полное изменение энтропии? Нарисуйте торнадо. Ну, хотя бы, грубо так, вверху. Определенная область, например, 500 метров или километр вверху. Четкая граница. На границе С с точкой должно равняться нулю. За пределами торнадо С с точкой будет что? Нет, больше нуля. Энтропия там растет. А в самом торнадо Уменьшается. Упорядочивается. Уменьшается. Причем, такой порядок, как я говорил, что, когда находит на американскую ферму торнадо, рассказывает и приводится в интернете, попало это все курятник и часть курицы казалось выдернуты все перья. Почему? А вот настолько четкая была граница. Здесь покоилась, а здесь ощипывала кур. Наполовину, если она попадала. Второй случай рассказывает. Торнадо надвигался на дом фермерский. Ну, представьте, американские дома. Картонные. Да, картонные дома. Фанерные дома. Значит, разрушило первую комнату полностью. Жуткий ветер, жуткая скорость под 300 метров в секунду. А в соседней комнате лежали цветы на подоконнике. Они даже не шелохнулись. Вот в такая граница. И что на этой границе делается? С точкой равняется нуля. Все ясно? Вот для чего это нужно. Нужно это. То есть, я вам попробовал доказать на феноменологическом уровне. Без стат физики. Вот это все. Потому что термодинамика это феноменологическая наука. А есть теория хаотических систем. Чем отличается стат физика? То есть, что такое стат физика? Она, на какой теории построена? Стат физика построена на теории вероятности. значит, там предшествующие события не определяют последующие. Там каждое событие это случайное. Согласитесь? Но вы пойдите на рынок играть в доллар на форексы. Вы что думаете это случайное событие с курсом валюты? Конечно нет. Вы посмотрите а что было две недели назад? А три недели назад? То есть, там другие процессы хаотические. А в хаотических процессах каждое последующее зависит от предыдущего. Как жизнь? Я пошел домой. Расстроены студенты не пришли. Я переживаю. Вот. Дай Бог, чтобы хорошо я доехал на своей машине сегодня с моими переживаниями. То есть, каждая последующая зависит от предыдущего. И это теория хаоса, которая пределана к синергетике. Я вам ее тоже буду рассказывать. Все ясно? Итак, мы разобрали два фундаментальных закона. Осталось в уме сколько у нас минуты осталось? Вообще до конца. 35 минут доказано. Еще 35, да? Ну, отдохните минуту, задайте вопросы, и я еще... я не рисую силуцой, смотрите? Зачем это нужно? Если бы человек шагал по силу своему, то он бы упал, я утверждаю. А здесь, если я запнулся, то много степеней свободы на уровне подсознания выскочит и выправит мое положение. А как вы думаете, у инвалида, у которого рана в ноге, по какой синусоиде он шагает? Оказывается, очень сложный процесс. Вот это связано с забыванием начальных условий, хаотических движений. То есть, если я поднимаю ногу и иду, и если у меня забываются начальные условия, то почему я падаю? Я поднял ногу и не знаю, что дальше делать. Подсознание отключено, я падаю. Но я не хочу падать. А какое-то исследование? Нет, давайте, надо какие-то исследования провести. Вот я не верю, что вот так человек. А что-то вот реально кто-то исследовал? И вообще как это? Это же Шнобелевская премия, наверное, была за это. Почему? Нет. Мы это в зурнале опубликовали. А по эксперименту мы подбирали для каждого инвалида, шагающего в норме, свои моды. Одно дело шагает солдатик, а другое дело инвалия. Это хаотические люди. Спрашивается, насколько устойчиво. Ладно, об этом мы будем говорить все. Устойчивость системы, термодинамических систем. Это какой будет закон? Третий. Устойчивость термодинамических систем. Это я сделал эксквозь теории хаоса. Бангал, Сат-Визис. Что? Считай. Нет более неинтересной теории, чем Сат-Визис. Единственный результат – это пытаются с ее помощью доказать уравнение Ван дер Вальса. И то не полностью доказывает. Именно поэтому нам, наверное, в один год не поставили пары с вами. Ну, я сучу, конечно. На самом деле, это как все предметы интересные, но в наше время строить теорию нужно не в рамках канона статистической физики, а в рамках какой теории? Детерминированного хаоса. В рамках теории детерминированного хаоса. Итак, уравнение 2. Записание kill я продифференцирую по времени. И приставлю, вынесу последнее слагаемое влево. И представлю в виде вот какого уравнения. У кого книжка есть, найдите теорему предложения. Кого теорема? Теорема предложена. Ага. Страница 30. Кто прочитает теорему? Мне чекать. Ага. Теорема 20. Я достаточно ленивый теоретик, чтобы личную работу не могли. Тогда можно что-то еще применить. 33-я теорема пригожена для линейных неравновесных систем. Пригожий в 1947 сформулировал. Все, что я вам сейчас говорю, без математики. Это объяснил Пригожий. И в 1977 году он за это получил Нобелевскую прибыль. Потому что с времен Гольцмана и Пуанкаре поняли, что на самом деле все замечательно. В открытых системах может как расти, так и уменьшаться беспорядок. Но работает свойство хрупкости. Все, что самоорганизовано, структуры, они очень устойчивые. Но они и хрупкие. Стоит изменить параметры системы, и они разрушатся. Все ясно. И он сформулировал следующую теорему. Обязательно переписать надо. Временная эволюция в системе, при заданных постоянных граничных условиях, происходит так, что производство энтропии в системе стремится убывать. И достигает минимального положительного значения в стационарном состоянии несимпативной системы. И какая формула там идет? 1,18. Меньше. Поравняем целую. Можете доказать? Итак, если продифференцируете уравнение А2, записав его в форме третьей. Что такое постоянные граничные условия? Сигмае. Односится? Со временем не меньше. Ну да. На границе. Производим 0. Тогда это сладаемое 0. Лямбда f. Лямбда f больше 0. Лямбда f с точкой меньше 0 и лямбда с двумя точками f. Какой будет функция? По выпуклых и вогнутых функциях. Так, ввести. По анализу. Хорошо. Это две точки. Положительные? Больше 0. Это будет больше 0. Если это больше 0, то здесь знак минус. И мы что получаем? Дсигма и по дт будет меньше 0. То есть, выпишите, какие функции здесь являются функциями Липунова. Первая функция этого в данном, помимо тех, что мы говорили, это функция Липунова. Но это тоже функция Липунова. Можно было из теоремы Липунова. Если для уравнения возмущенного движения вы нашли зато постоянную функцию такую, что она имеет один знак, то ее производность для устойчивого полифонового процесса будет иметь какой-то другой знак. То есть, двойное доказательство сделано. И на экзаменах и зачетах я требую без лишних слов логичного мышления. Что дано? Откуда что идет? Какие определения и что мы в результате получаем? То есть, если лямбда больше 0, лямбда с точкой меньше 0, то вот тот. Там, где есть вихрь, там самоорганизация, там уменьшается энтропия, она уменьшается, значит, д лямбда по дт будет больше 0, лямбда больше 0 – это система неустойчивого полифонового. Понятно, это нужно даже не мне, потому что физики, не математики. Они забыли доказательства теорем, красоту биометрии, и вы теорему никогда не доказываете, как правило. Правильно? Не доказывали. А я вас буду приучать к доказательству. Эти мысления естественника отличаются от мышления гуманитарного. Так? Записали? Да. Зачем нужна эта теорема? Для определения устойчивости. Если производство энтропии имеет квадратичную форму, не обязательно это сигма-и, то при отклонении некоторых от равновесия, выйдя из этого, система стремится к стационарному минимальному значению производства энтропии. А это достигается в стационарной задаче. Тогда это движение является устойчивым, по-любому. В реальных системах, вне линии, сигма-и имеет такой вид. Там появляется еще один экстремум. Например, если мы попытаемся описать заболевшего человека. Это состояние нормы, согласитесь. Нормы. Но если сильно отклонить, состояние попадет в эту нишу. Возникает хроническое заболевание. Если медикаментозно или как-то не выводить из этого состояния, то возникает хроническое заболевание. Однажды Морчук Гури Иванович, я его знаю, академия из Новосибирска, директора Сибирского отделения академии. С Бамбуровой они написали книгу по заболеваниям пневмонии. В основу положены вот этот график, параболы. И был такой семинар. И один врач, не зная математики, им сказал, Гури Иванович, ваш больной никогда не умрет. То есть ваша модель линейная, она при заболеваниях не работает. Теорема Пригожина работает только для линейных систем. Там, где получают параболы. А для нелинейных систем, у которых Сигма-И – это потенциал в книге «Физики-сутик» 65-го года, называется «Потенциал». Ну, это Ландау, на самом деле, потенциал. Это не линейная задача. Все ясно, да? Итак, сколько мы законов изучили? Но нам чего-то еще не хватает. Это для каких систем термогинамических? С заселенностью уровней нижнего уровня. А есть заселенность верхнего уровня. Лазерные системы. Ну, на качество лазера. Слышали такое? Как это? Частное? То есть это не общее определение? Нет, да. Это верхний уровень, нижний уровень. Здесь F0. Это F0. Здесь мы получаем наше известное выражение. Дэлямда ПДТ минус КСЕ плюс СИ. Вот. Равно минус. Для верхнего уровня. Энергия принимает максимальное значение. И выполняется уравнение Дэлямда ПДТ и СИГМАЕ плюс СИГМАЕ. А там ниже тоже СИГМАЕ плюс СИГМАЕ? Что? Вот для нижнего уровня. Там T умножить на скобки. Это нулевое? Нет, вот правее. Да, вот здесь. У меня не аккуратно. То же самое. Плюс СИГМАЕ для нижнего уровня. А вот для верхнего выполняется здесь. Я вас спрашиваю. Лазерная система обычная на качестве верхнего уровня. Идут неравновесные процессы. Для нижнего выполняется второй закон термодинамики. А что выполняется до верхнего уровня? Выполняется ли второй закон термодинамики? Сколько минут осталось? Десять. А? Десять. 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 Ну что? Кто может сразу? Ну там же у нас условие, это не выполняется, что свободная энергия. Не важно. Не выполняется. Вот. Поэтому нельзя. Поэтому функция непонова какая? Лямбда F пиши. Какое имеет значение? Лямбда F равно F минус F нулевое будет меньше нуля. Да. Да. Ничего. То есть лямбда меньше нуля, значит D лямбда по DT больше нуля. а другой знак имеют. И тогда здесь, коли я написал со знаком плюс перед T, а здесь минус, то это равносильно тому, что выполняется второй закон термодинамики для изолирования открытых систем. Красиво? Да. Красиво. Таким образом тут может быть рассмотрена термодинамика систем с различными уровнями. Введены функции Липунова. Конечно, нужны помощники. Я сейчас сделаю, сидел три дня, записывал функции Липунова для электромагнитного поля, для уравнения Максвелла. Интересно ведь сделать термодинамику для уравнения Максвелла? Сколько уравнений у тебя? Это 1860-й год. Максвелл их как обобщение написал в законе Фарадея и прочее. Его очень били, его очень ругали, сказали, что ему не надо было. Потом вдруг стали проверять, оказывается, оно выполняется уравнением Максвелла. А вот термодинамики до сих пор нет. А это значит, что мы не можем включить потери. Если нет термодинамики, и сразу возникает вопрос. А содержит ли уравнение Максвелла вот эта дельта? Или Ф, или У? Понят в тем вопросом? Ну, я думаю, у нас руки дойдут, и я вам эту теорию вызвал, чтобы вы были совершенно подкованными людьми. Значит, как работает теория? Исходные принципы. Дальше. Формальный аппарат. Получаем следствие. И все описывает замечательно для нижнего уровня. Находится подросток, студент, который говорит. А вот есть система с отрицательной температурой. Там свободная энергия принимает максимальное значение. И вы должны вернуться к исходным. Получить для нижнего уровня вот эту формулу, да? Для верхнего, видите, без знака. Значит, лауреат государственной премии базаров МГУ, термодинамики Курска, у него есть глава «Система с отрицательными температурами». Вот система с отрицательными температурами по базару – это вот с верхней заселенностью уровня. Но он там пишет, что температуру надо изменить на противоположный знак. Если здесь, ну это я уже применительно к своим вещам говорю, что если температура положительная для нижнего уровня, то он утверждает, что для верхнего температура меняет знак. То есть в соответствии с этим в моих уравнениях появляется что? Там плюс, да? Но нельзя ее называть отрицательной температурой. Просто рассматривается плоскость, где энергия может принимать высшее значение, верхний уровень, и нижние значения. Для нижнего термодинамику мы с вами создали сегодня, с учетом этих принципов. Но встретили противоречия, вернулись к исходному принципу и сказали, мы рассматриваем, что? Вначале мы рассматриваем систему с заселенностью нижнего уровня энергии. Тогда я потом возвращаюсь, встретив противоречия в исходное, и я говорю, а вот для верхней системы с верхнего уровня заселенности я должен получить, вероятно, тоже термодинамику какую-то. Но весь вопрос в том, работает ли второй закон термодинамику. Я вам рассказал как? Вопросы? Ну что, я изложил за лекцию всю термодинамику, кроме первичных принципов. И по минимуму формул. А? И по минимуму формул. По минимуму формул, да. Поэтому мне не хотелось портить впечатление, я попросил записать формулу вас. Начало, вывод. Но зачем мне не хотелось писать? Я могу и без формул рассказывать. Я лучше сформулирую. Лучше сформулирую. Лучше сформулирую. Это теоретикам лучше сформулирую. Как говорить надо? Однажды я выступал в ЦАГе. Был большой зал, 900 человек сидело в 90-х летах. Ну надо было заставить слушать или не слушать. Ну я был уже достаточно опытным преподавателем. Убрали газеты, книжки, руки с коленок, прошу прощения. И смотрели на то, что я им рассказывал. Нормально пришло. То есть это, конечно, интересно. Есть. 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 Есть.